МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. И этот период, как нельзя, более благоприятен для оздоровления и развития их творческого потенциала. Традиционно в планах родителей отправлять детей в лагерь. В этом году летняя оздоровительная кампания на случай не стартует с 3 июня. Существенных изменений в оздоровительной кампании 2020 года в этом году не планируется. Только будут более жестко соблюдены санитарно-эпидемиологические рекомендации. Данные Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Лагеря отдыха с дневной формой пребывания будут работать в различных учреждениях образования города и района. На базе учреждений общего среднего образования будет организована работа дневных лагерей. Работа будет организована на протяжении трех смен. С 3 июня по 23 июня работу начнут 27 оздоровительных лагерей, на базе которых оздоровится 679 учащихся. Следующая смена у нас начнет работу 24 июня по 14 июля. Будут работать три учреждения образования, среди которых два дополнительного образования. Это Центр детского творчества и Центр технического творчества. Там оздоровятся 110 детей. И, конечно же, в августе месяце с 3 числа по 23 августа будут работать 11 оздоровительных лагерей на базе учреждений общего среднего образования, в которых оздоровится 279 учащихся. С 7 июля начнут свою работу лагеря с круглосуточной формой пребывания «Зорька» и «Зенитчик». 360 учащихся оздоровятся в загородных лагерях. В том числе в этот период начнет свою работу туристко-краеведческий лагерь для энтузиастов активного отдыха, любителей походной культуры, самостоятельности и ответственности. В этих походах будет задействовано приблизительно 120 детей. Дальше у нас будет работать лагерь «Олимпиад» на базе тоже Центра туризма, в котором будут оздоравливаться и учиться ученики, которые на более мотивированные победители районных, республиканских, областных олимпиад. Будет организовано две смены по 9 дней. Екатерина Никитина, Святослав Логвин, Слудк ТВ Ученики Случины бесспорно самые талантливые в нашей стране. В нашем сюжете мы расскажем вам про Леру, у которой самое доброе сердце, и про Ульяну, которая стала единственной участницей Республиканской Олимпиады от Слудского района. Победительница областного этапа конкурса «Волонтер года» среди учащейся молодежи, участница отряда «Друзья» волонтерского движения «Доброе сердце» Павлюкевич Валерия рассказала нам, с чего же начался ее путь добрых поступков. В школе менялось очень много педагогов-организаторов, и когда пришел один, который смог всех собрать, действительно, заинтересовать и ходить на какие-то мероприятия, акции, участвовать в чем-то, то это действительно просто стало делом, которое происходит постоянно. Каждый раз ты идешь куда-то и понимаешь, что тебе там весело. Подать руку помощи оказавшемуся в трудной ситуации ребенку, одинокому старику-соседу, бездомному животному – сегодня это смелое решение, ведь проще пройти мимо, не обратить внимания, забыть. Проявление бескорыстия в нынешнем обществе, к сожалению, все более редкое явление. Я хочу рассказать тебе одну из самых масштабных акций, которые проходят у нас в Слудске ежегодно. Она называется «Чудеса на Рождество», проходит в Слудском универмаге. К Новому году мы ставим там елочку желаний, на ней вешаем варежки, на которых дети пишут свои пожелания, что они просят у Деда Мороза Новый год. Дети из неблагополучных семей, дети из детских домов, дети с инвалидностью какой-нибудь, ну, то есть желают у них, кстати, очень простые вещи, то куклу, то пазл какой-нибудь, то конструктор, то Лего, ну, что-нибудь такое, вот прям раскраску. И просто ты подходишь к людям, говоришь, что вот, вы можете прочитать и выполнить одно желание ребенка. И сделать его счастливее. Да, они берут, покупают, складывают все в коробочку и в итоге это раздается детям, там на варежке подписано имя, там, допустим, кукла, и Катя написала, что вот она хочет куклу. И они могут все получить. Да, 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 и это к Новому году получается, потом им всем раздается. Лера – постоянная участница благотворительных акций «Чудеса на Рождество» и в школу с добрым сердцем. Трудовых десантов в рамках акций «Молодежь за чистоту городов и сел». Она посещает ветеранов, а также воспитанников Слудского центра коррекционно развивающего обучения и реабилитации. Расскажи, пожалуйста, о самых запоминающихся, ярких, добрых делах, событиях, которые тебе запомнились. Я больше всего люблю акции, когда мы ходим к ветеранам, поздравляем их, ну, с Днем Победы, или просто приносим какие-то там подарки, просто общаемся. Вот, классно, очень такое атмосферное, доброе, позитивное. И очень люблю акции к 1 сентября, когда стоишь в магазинах, раздаешь там какие-то эти бумажечки, просишь людей там купить какую-то канцелярию, помочь, ну, такое. Там весело обычно. И сразу стесняешься, поначалу, а потом классно, когда ты подходишь к людям, уже не стесняешься, так весело, классно. То есть, в принципе, надо быть смелым, да, для того, чтобы быть волонтером, коммуникабельным скорее. А расскажи, что ты держишь в руках? Мы часто посещаем Цикруир, с детками там делаем всякие поделки, всякие открыточки и все такое. Вот это, собственно, для них приготовлено, но из-за всей ситуации карантинной пока что это невозможно с ними провести и отдать. Так что, ну, я думаю, что, надеюсь, что в скором времени это все возможно. Единственным участником Республиканской предметной Олимпиады от Слудского района в этом году стала 11-классница из гимназии номер 2 Ульяна Черникович. И мы тебя поздравляем. Расскажи, Ульяна, как ты выбрала вообще, почему выбрала немецкий язык? Вообще-то выбрали мои родители. Они посчитали, что немецкий это тот язык, который мало кто изучает, но Германия высокоразвитая страна, поэтому я бы могла достичь чего-то в Европе. Ульяна продемонстрировала высокий уровень знаний по немецкому языку. Готовила девушку к интеллектуальному состязанию Ирина Горбунова. Тяжело было готовиться вообще к Олимпиаде? Конечно тяжело, потому что помимо школы нужно было еще самостоятельно заниматься, а также ходить по выходным в школу. И я часто сидела по ночам, потому что нужно было делать кроме этого еще уроки, поэтому да, было очень сложно. Победа в республиканском этапе предметной Олимпиады дает Ульяне возможность поступить в ВУЗ без вступительных испытаний. Ну, когда я узнала результаты, то я сразу расплакалась, потому что не поверила, что я смогла столько баллов много набрать. А потом, ну, я была рада, что я этого достигла, потому что я шла к этому на протяжении трех лет. Безусловно, в школах нашего города еще огромное количество талантливой молодежи. Совместно с отделом образования СЛУЦК ТВ готовят для ребят и их родителей 45-минутный выпускной онлайн-урок. 1 июня в 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу Минск принимал СЛУЦК. Белосиние пытались прервать беспобедную серию, но что-то пошло не так. СЛУЦК после продолжительного лидерства натолкнулся на препятствия в лице мощного БТ и резвого энергетика, выпав за пределы топ-3 чемпионата Беларуси. В предыдущем туре случайно скатали боевую ничью с Брестским рухом. Минск выпал из футбольной жизни Беларуси на два тура. У одного из игроков команды были подозрения на коронавирус. Футболисты остались без должной игровой практики и пропустили несколько туров чемпионата. В матче со СЛУЦКом голодные до игры минчане стартовали значительно резвее. Защитник белосиних САЛУ решил зачем-то обыграть соперника перед своей штрафной, но ошибся. Его обокрал Роман Грибовский. Отпасовал на Владимира Хвощинского, который отправил мяч в сетку. Броновец, заменивший травмированного Панкратова, помочь не смог. У СЛУЦКа были моменты, чтобы отыграться. Особенно близки были к этому футболисты в начале второго тайма, но не хватило точности в завершении. Минск также мог забить еще, но за Сахарных сыграла штанга. Обою-то острая игра. Могли сбивать как одни, как вторые. Игра могла закончиться как угодно, мне кажется. Но фортуна была на нашей стороне, поэтому радуемся победе. Она для нас очень важна после такого перерыва. Двигаемся дальше, работаем. Проиграли. Блин, честно, очень жестче, что говорить еще раз эту историю, потому что счет неприятный. Вроде владели мячом, могли забить голы, но что-то нам, наверное, чуть чего-то не хватает. Уже последние, наверное, игры 3-4, там чего-то чуть-чуть не хватает. Голи какого-то. Может быть, по обороне чуть понадежнее. Надеюсь, что следующую игру мы еще вдобавим в реализацию и обязательно выиграем. Следующую игру СЛУЦК проведет на стадионе городской 6 июня Жодзинским торпедо-билансом. Ко всемирному Дню Детей СЛУЦК ТВ меняет программу передач. Всю неделю для наших самых маленьких зрителей – любимые фильмы и мультфильмы. С 1 по 7 июня вечерний сеанс стартует в 20.00. На выходных сетка передач на 80% отдано на откуп детям. Ура! С праздником! Сы-ла-банана! Мям-мям! Ай-яй-яй! А-ла-лу-бей! Малатопа! Пок-кей! 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 О, э... О, хо-хо-хо, хо-хо-хо, хло, папагена. Туле бела кон ла папайя. К такому виду легко привыкнуть. Да, уже привык. Ну разве у меня нос такой? Я этого делать не хотел, но ты меня вынуждаешь. Сейчас будет моська. Голову вжал. Голову вжал. Скрупировался. И в полет. И в полет. Пошел. Осторожно. Закрой глаза, но освободи сознание. На этом наш выпуск завершен. Следите за нами в наших социальных сетях и в YouTube-канале. Будьте здоровы, берегите себя, оставайтесь дома вместе со Слудск ТВ. У нас для вас антивирусная программа.